Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты квартира дом. Полночь 6, 13 июня 2019 года дорогу молодым новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты. Фото, Василий Кузьмиченок, ТАСС. В 2019-м московскому рынку жилой недвижимостью самому устойчивому в России пророчили страшные потрясения, как максимум провал. Не звергнуть всю систему в бездну должны были подорожавшая ипотека и предстоящий летом переход на проектное финансирование строек. Прошло полгода, ничего катастрофического не случилось, но кое-какие странности на рынке новостроек все же появились. Например, вырос спрос на жилье среди студентов, минимальная цена новой квартиры в столице опустилась до беспрецедентных 2,9 миллиона рублей. А эксперты признали, что покупать квадратные метры в главном городе страны невыгодно. Лента.ру проанализировала большие перемены и заодно выяснила, где строят самое дешевое старомосковское жилье. Все спокойно. В целом ценовую ситуацию на рынке новостроек можно оценить как стабильную нет ни бешеного роста ценников, многие его ожидали из-за изменения правил строительства, ни их уменьшения, обусловленного подорожавшей в конце 2018-го начале 2019-го ипотекой. Фото. Олег Харсеев, коммерсант. Как отмечают эксперты, с начала текущего года рост стоимости новостроек отмечен во всех округах, кроме северо-восточного и северо-западного, где средние ценовые показатели снизились за счет вывода на рынок новых проектов со стартовыми, то есть относительно невысокими ценниками. К концу марта средний бюджет приобретения квартиры массового сегмента составил 9,62 миллиона рублей, посчитали в Митриуме. В МИЭЛ майский рост цен в московских новостройках, без учета проектов на присоединенных территориях и элитных, оценивают в 1%, а годовой в скромные 1,6%. Для бурлящего и вечно растущего столичного рынка недвижимости это немного. Самые доступные. Для покупателя, впрочем, процентные показатели редко имеют значение, главное сколько стоит продукт в настоящее время. И в этом плане все хорошо, шринкфляция, сокращение объема продукта без реального сокращения стоимости, сделала свое дело, новую квартиру в пределах старых границ Москвы, то есть не в Новой Москве и не в Зеленограде, можно купить по цене до 3 миллионов рублей. Площади самых дешевых предложений жилья смешны, но вполне приемлемы для жаждущих навеки поселиться в столице. Фото, Кирилл Калиников, РИА Новости. Согласно данным агентства, предоставленным редакцией на эксклюзивной основе, самая дешевая строящаяся квартира в Старой Москве летом 2019-го стоит 2,938 тысячных миллиона рублей. Здесь только просят за студию общей площадью 24,9 квадратного метра в новом жилом комплексе, возводимом возле национального парка Лосиный остров. Комплекс состоит из четырех корпусов переменной этажности, от 11 до 26 этажей. Проектом предусмотрен подземный паркинг, детский сад, фитнес-центр с бассейном и общеобразовательная школа. Первые этажи домов займут торговые и офисные помещения. Также застройщик обещает огороженную территорию. Заселиться в квартиру быстро не получится проект на начальной стадии реализации. Второе место рейтинга новостроек с дешевыми квартирами занимает крупный комплекс на Люблинской улице. Проект будут сдавать в 2020-2027 годах. Здесь построят почти три десятка зданий. В 15 минутах пешком находится метро Братиславская, в 10 минутах езды метро Люблина и Марьино. Студни площадью 19,8 квадратного метра застройщик продает за 3,88 миллиона рублей. Фото – Василий Кузьмиченок, ТАСС. Даешь молодежь. Самые дешевые московские квартиры вряд ли подойдут семьям с несовершеннолетними детьми и даже парам без детей, но вполне могут удовлетворить молодых одиночек. Их в структуре покупателей становится все больше, констатируют эксперты. По данным федеральной компании «Талан», доля россиян в возрасте от 18 до 25 лет, интересующихся покупкой жилья, увеличилась на 10% за последние 12 месяцев. На сегодняшний день около 3,4 миллиона молодых людей проживают с родителями и планируют приобрести собственную квартиру, уже живут в собственном жилье или арендуют его, выяснили аналитики. Молодежная аудитория имеет огромный потенциал, предупреждают эксперты. Почти половина граждан в возрасте от 18 до 24 лет уже приняли решение взять квартиру в ипотеку или задумывались об этом. Стоит отметить, что в 18-25 лет молодежь рассматривает в качестве покупки только городскую недвижимость, а доля таких покупателей выросла до 2% от общего спроса. В то время как на покупателей в возрасте 26-39 лет уже приходится 43% городской недвижимости, 43% загородной и около 33% жилой недвижимости в курортных зонах, как отмечают в Талане, нехватка мест в общежитиях ежегодно составляет примерно 20%, при этом затраты на аренду квартиры за 4-6 лет сопоставимы со стоимостью малогабаритного жилья. Именно поэтому молодежь предпочитает покупать студии и квартиры преимущественно в новостройках площадью от 16 до 27 квадратных метров. По оценкам без новострой, в Москве на молодежь от 20 до 29 лет приходится около 15% сделок в новостройках. Хотя понятно, что в большинстве своем жилье они приобретают не за свой счет, чаще это родительские подарки либо покупка с привлечением ипотеки, утешают эксперты. Они же перечисляют главные квартирные предпочтения юных новоселов. Основными критериями комфортного жилья миллениалы считают эргономичность планировочных решений, комьюнити пространства для общения и работы, технологичность, включая Wi-Fi на территории комплекса и использование солнечных батарей, а также благоустроенную территорию, наличие зеленых парковых зон и хорошо оборудованных площадок для занятий спортом. Вы что, опухли? Правда, сами молодые скептически оценивают свои жилищные перспективы. И тех, кто купил квартиру самостоятельно, без помощи родных, «Похоже, единицы. Я не москвичка. Пошла работать, как только поступила в ВУЗ», рассказывает Евгения, 25-летний администратор магазина крупной одежной сети. Обычным продавцом в магазину метро. Вечная ругань из-за графика, а числит-выгонит из общежития. Хозяин сносный, но все равно козел. Ад. Потом перешла в нормальный продуктовый, потом сюда. Доросла до какой-никакой, но руководящей должности. Деньги получаю нормальные, зарплата белая, машина есть. На ипотеку подавала в прошлом году, отказали. Буду подавать еще. В целом, если ты приезжий, если нет богатых родителей, придется самому пахать, причем долго. Или всю жизнь снимать. Я не знаю, кто эти молодые люди, которые такие бэтмены, что и учатся, и квартиры покупают, и, наверное, еще отдыхают на Мальдивах каждые выходные, иронизирует 28-летний Борис, сотрудник российской IT-компании. Когда я первую квартиру снимал, зарплаты хватало только на плату хозяину и макароны. Ну, может на пиво еще. Сейчас получаю куда больше среднего, но на квартиру не хватит. На ипотеку могу накопить, но не хочу. Вообще, тут хитрая история. Чем больше зарабатываешь, тем больше потребностей. Типа нормальное пиво пить, а не сивуху какую-то. А крыша над головой у меня и так есть. Студенты, которые покупают квартиры, это ржач, комментируют данные аналитиков 32-летний Игорь. Вы, наверное, опухли. Ну или маркетологи опухли. Кто-то точно опух. Посыл такой, студент смог, а ты, старпер 30-летний, все сидишь на одном месте равно. Мотивация мощная, но неправдоподобная. Оглянитесь вокруг какие квартиры. Только в долг, и то не сразу. Ну или мама с папой помогут. Но тогда это не молодежный спрос, а родительский. У меня есть своя квартира, маленькая, от бабушки, но хочется в нормальный район, в новый современный дом сетует 23-летняя Татьяна. Для этого придется продавать свою, брать ипотеку как минимум на 2 миллиона рублей. А я одна, да хоть скромной. Теоретически все возможно, а практически очень страшно, что придется во всем себе отказывать, поэтому я пока не дергаюсь. Не больно-то надо было. Если отбросить эмоции и похоронить чисто российское или советское стремление непременно владеть жильем, желательно в Москве, то оказывается, что покупать его не очень-то целесообразно. А купится квартира небыстро, даже если беспрерывно сдавать ее в аренду или купить на котловане и потом перепродать менее расторопным покупателям. По посчетам агентства Азбука Жилья, показатель доходности московских квартир, приобретаемых на ранних стадиях строительства с целью спекулятивной перепродажи по завершении проекта, снизился с 11,8 до 7,2% годовых. Как отмечают аналитики, пять лет назад, в 2014, размещать средства в банках было менее выгодно, чем вкладываться в недвижимость. К весне 2019-го ситуация изменилась. Средний размер ежегодной доходности 7,2% сравним с размещением денег в банке. Где процентные ставки в среднем составляют 7,5%, указывают эксперты. Они подчеркивают, что за последние пять лет средняя стоимость квадратного метра квартир в объектах на котловане возросла примерно на 28%, поэтому сейчас жилье на начальной стадии строительства, исходя из его общей стоимости, дороже на 41%. К маю 2019 года средний бюджет квартир комфорт-класса на котловане составляет 8,96 миллиона рублей, а аналогичный показатель 2014 года был на уровне 6,36 миллиона рублей, посчитали в Азбуке. В другом агентстве НДВ, впрочем, считают, что покупка квартиры в новостройке это все еще выгодное вложение. Обычно после ввода дома в эксплуатацию квартиры дорожают на 15-20% по сравнению с ценами на этапе котлована. Если говорить о ценах на этапе регистрации первых договоров долевого участия, то разница может достигать 20-25%, отмечают эксперты. О том, что покупка несуществующей квартиры сродни игре в русскую рулетку, участники рынка говорить не любят, кто старая, читая банкротство застройщиков и заморозку проектов, помянет тому глаз вон. Но у этой поговорки есть вторая, менее известная часть. А кто забудет тому обу вон? Какой из них лучше руководствоваться при выборе жилья? Каждый решает сам. Обратная связь с отделом ДОМ. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новости или идея для материала, напишите на этот адрес дом.lentu at rambler.ru Мария Волкова